Дай почитать. Книга необыкновенная уже потому, что в ней говорится о людях, необыкновенных писателях и поэтах, которые не только создавали невероятные литературные произведения, но и приносили славу своей стране. Уникальность еще и в том, что великие люди Крылов, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Толстой, Чехов, Бунин, Приджвин, Бажов и другие изображены детьми, осваившими зоопартами науки, мечтающими, работающими, читающими. Книга о том, как они находили свою судьбу на подчас нелегких жизненных дорогах, где они брали силы, уверенность и волю к достижению своей цели. Так Крылов утверждал, что быть сильным – хорошо, быть умным – вдвое лучше. Кстати, в настоящее время басни Крылова переведены более чем на 50 языков мира. Будучи ребенком, Лермонтов часто ставил спектакли по собственным пьесам. Услышанные или прочитанные рассказы вдохновляли маленького Мишеля на написание различных произведений. В его пьесах принимали участие куклы-актеры, которых Лермонтов самостоятельно лепил из воска. А вот по произведениям Льва Толстого было снято много кинокартин. Только роман Анны Каренина экранизирован более 30 раз. Став Нобелевским лауреатом, Иван Бунин получил премию. Часть этих денег он раздал нуждающимся людям, обратившимся к нему за помощью. Во времена Великой Отечественной войны солдаты попросили Бажова прислать им на фронт малахитовую шкатулку. Конечно, писатель не мог им отказать. Во время боев в книгу попал осколок вражеского снаряда, но солдаты сохранили книгу. А мы, кстати, тоже можем попробовать немножко прикоснуться к величию и принять участие в региональной акции-конкурсе по каллиграфии «Пиши и чувствуй», которая проходит в ВИАДГУ с 1 апреля по 6 мая. 12+. Дай почитать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова